Правозащитники животных от сотрудников приюта для бездомных собак и кошек срочно требуют изменить отношение к четвероногим постояльцам. Активисты уверены, с животными обращаются, мягко говоря, не очень хорошо. Питомцев плохо кормят и не дают воды. В самом приюте с доводами неравнодушных граждан не согласны. Ветеринары утверждают, собаки и кошки вполне здоровы, они прекрасно выглядят и никогда не испытывают чувство голода. Но вот после того, как волонтеров перестали пускать на территорию питомника, люди решили больше не молчать. Шокирующее откровение выслушал Олег Хатанзейский. Громкий пронзительный лай слышен далеко за пределами приюта. Собаки словно пытаются привлечь к себе внимание, но кажется тщетно. Вы понимаете, люди хотят помочь, приезжают сюда, им не дают этого сделать. Сотрудники питомника последнее время почему-то против того, чтобы люди помогали бездомным животным. Ну это даже содержанием собак не назвать. По-моему, их привезли как в хоспис, собрались с улицы и здесь оставляют умирать. У этих собак, по-моему, приговор подписан. Еда в мисках, которую, кстати, закупили волонтеры, перемешана с землей. А вот воды и близко нет. Но ветеринары утверждают, условия хорошие. Четвероногие не голодают и чувствуют себя вполне счастливыми. Питание три раза в день. Утром, вечером и в обед. Воду дают чаще. Вода есть. По содержанию животных у нас пять. Они охраняют сторожа, содержат, ухаживают, убирают за ними. Пять человек. Некоторым собакам повезло больше. Они живут в будке. Остальные привязаны к деревьям. При этом неважно, какая на улице погода – дождь, минус 30 или палящее солнце. Всю зиму на весь приют было будочек 10-15. И то в плачевном состоянии для большинства собак домиком была снежная пушка. Территория, обдуваемая ветрами. Как это можно было допустить? Когда дождь, когда непогода, их берут, отвязывают, заводят в здание. Вы, по-моему, смеетесь над нами. На самом деле животных в здание не заводят. Туда и людей не пускают. У нас там сейчас наблюдается собака, которая покусала девочку на бешенстве. Поэтому мы туда никого не запускаем. Но собака эта, как оказалось, вообще сидит на улице. В здание не пускают, наверное, потому, что не хотят показывать, в каких условиях живут коты и кошки. Недавно взятый из приюта котенок умер на руках у хозяйки через 6 дней. Диагноз – ветеринара. Смертельная инфекция. Ну, как пояснил ветеринар, чумка или инфекция какая-то. Не видели, в каких условиях живут котята, коты и так далее? Да, видела. И как? Клетки. Очень много котов. Одеяло, игрушки, которые привозят в приют. Не знаю, раздают ли их по клеткам котам, но они все лежали на клетках. Сейчас волонтеры и сотрудники приюта «Общий язык», кажется, снова нашли. Активисты продолжают выкладывать в интернет фото животных, которые нуждаются в человеческой заботе. Группа собрала уже больше тысячи неравнодушных. Свой новый дом нашли десятки питомцев. Если можно так выразиться, то все они без определенного места жительства. Кого-то просто использовали, а затем вышвырнули на улицу, как ненужную вещь. Кого-то побили и тоже оставили наедине. Ну а у кого-то вообще никогда не было хозяев. У всех у них, четвероногих, всего лишь одна большая мечта. Чтобы, наконец, появился хозяин, которому они будут служить вечно и искренне. Тем временем неподалеку от приюта достраивается новый питомник. Бюджет он обошелся в 12 миллионов рублей. В новом доме для животных получится разместить больше 70 бродячих собак и кошек. Условия гораздо лучше. Целые апартаменты, отдельные вольеры, зоны для выгуливания и даже свет индивидуальный. Новоселье намечается уже в этом месяце, но стоит помнить, питомник для собак – это лишь временный дом. Важно, чтобы каждый принял участие в судьбе животных. Ведь собака – это друг человека, а друзей, как правило, не бросают.